всем здарова товарищи танкисты с вами снова хандрес и тема сегодняшнего видео будет как вы могли уже догадаться из названия это 50 оттенков 50 тонн достаточно такой знаете серой посредственности на берри 10 0 я ни в коем случае не буду ходить этот танк не подумайте из названия что я здесь буду что-то там он говорит про нем там крайне негативные потому что это не так эту машину в топовой его комплектации до которой еще к слову нужно докачаться я это упомянул можно характеризовать всего лишь одним словом он сбалансированный максимально сбалансированный танк без каких-либо перекосов явных допустим как допустим вы садитесь на type 90 до в топовой комплектации вы говорите вау это прям самое агрессивное самая дерзкая дпм на десятка в этой игре вы садитесь даже на стоковый леопард 2.5 и говорите вау да машина действительно танкует живет переживает много достаточно или может пережить достаточно много попаданий у него крепучая башня хорошую вен от которых она может отыгрывать нас ах у него 6 секунд как здесь на автомате заряжание вы горите что-то уникальное десятка очень нравится здорово прям даже в стоке причем когда вы садитесь на леклерк с 1 во первых в стоке вы получаете реальный кактус эта машина очень тяжело качается у вас в стоке кумыс на 600 миллиметров пробития когда шесть секунд это к слову все в принципе вышеперечисленные хуже чем у type 90 я чтобы быстрее его прокачивать естественно поставил сюда талисман за 2800 золота у меня еще была двушка оставалось я купил четыре модуля ппо ремку пристрелку соответственно и гусли чтобы хоть как-то побыстрее до лома докачаться и поверьте мне основной ваш противник вообще в этой игре на кумысах это соответственно абрамасы ну очень тяжело с ними справляться хотя вроде бы да это такие танки которые сейчас в общем-то страдает но на кумультивах их очень тяжело поражать и когда я в принципе докачался до лома а это поверьте это очень дорогого стоило серьезное до сих пор впечатление потому что там кумыс просто не дамажит понимаете вы делаете там иногда по три по четыре попадания в танки там чтобы их уничтожить и это очень конечно грустно к слову без талисмана ну и без голды да вам нужно будет порядка 200 что-то боев накатать чтобы докачаться до этого лома и это тот еще бдсм с латексом соответственно там с противогазами со всеми причиндалами как говорится ну как только вы получаете соответственно лом и в принципе видите я вам то специально сделал такую подборку когда в принципе я даже на яйцах просто врываясь в три танка и достаточно легко как бы поражаю ну здесь конечно вы видите в принципе я сразу дал там в казенку одному второму в пушку куда достаточно быстро 6 секунд за счет автомата заряжания ну и соответственно xm к просто ну скорее всего него реакция как поломанного забора ну то есть на него слышал стоит либо человек просто не понимает вообще куда нужно стрелять на десятых уровнях танки и ну плюс у меня еще видите 6 мохнаток здесь на машине возможно это тоже мог дополнительно осложнило выцеливание хотя поймете основная вообще тактика ведения боя на 10 0 0 на 90 принципе вы стреляете танку просто в казенку либо в пушку ну сразу тупо вы стреляете по центру должны выбить казну неважно как у вас боеприпас чем он там заряжен сколько там у него миллиметров пробития или километров основная ваша задача сделать так чтоб танк на этом были не дал вам ответку все неважно 625 миллиметров пробития 528 460 400 вот это самое ключевое правило понимаете на этом бэй потому что здесь бои очень быстрые техника отличается достаточно сильной выживаемостью всяким там разнесенной компоновка экипажа модулей так далее и тому подобное и если вам знаете какой-то блогер будет втирать про какой-то сверх невероятные боеприпас там там сиксельярд пробитие говорит что этот боеприпас вот на своем бэре прямо лучший не имеющий никаких аналогов просто чуваки я вам сразу не верьте вы просто на 10 0 нет лучшего боеприпаса понимаете боеприпаса риэта в 625 миллиметров пробития ничем не отличается от лама скажем допустим там каком-нибудь т-80 ту в своей эффективности здесь принцип игры один-единственный вы стреляете танков казну либо в пушку либо просто напросто стреляете он дает вам ответку и вы умираете причем это касается из он бронепробитие тормон тоже понимаете здесь нету такой зоны бронепробития 625 миллиметров который снаряд пробивает но при этом вы не пробивали бы туда например там 480 460 потому что вы либо стреляет сначала танку в основании башни либо в казенку либо в пушку либо б лд в нлд соответственно вы пробиваете Либо же вообще стрелять в какие-то уязвимые, допустим, борта, уязвимую корму, там, борта башни, корму башни и так далее и тому подобное, понимаете? Здесь пробитие не роляет. Это не касается, в принципе, даже урона. Конечно, можно тут написать в комментариях, что, типа, конечный урон будет рассчитываться из, там, допустим, при каких-то невероятных доворотах, там, где у вас может просто не хватить бронепробития и там в конечном счете не выделится достаточного количества забронных осколков вторичных, да, но это очень теоретически, очень притянуто за уши. Такие ситуации вы, скорее всего, даже вырезку мне сделать не сможете, ну и доказать вы мне этого просто не сможете. На мой взгляд, все ломыши 120, вернее, 120 дамажат абсолютно одинаково и абсолютно рандомно в этой игре. Вы понимаете, можете выйти на танк на любой, с любым ломом, стрельнуть ему, допустим, в какое-то место, например, ну, там, в центр ВЛД, пробить его и ваншотнуть. Следующий выстрел вы будете сделать с того же боеприпаса в тот же самый миллиметр места, допустим, там, и не оказать практически никакого серьезного, там, там, заброневого воздействия. Да, вы убьете там, возможно, мехвода, пожелтеет боеукладка, там, станкуют баки, там, покраснеет или еще что-нибудь произойдет. Убьете там командира заряжающего в борт башни, но не поразите наводчика, соответственно, танк развернется, вас и убьет. Так сделан этот БР, понимаете, неважно, по сути, какой у вас боеприпас, даже если он номинально обладает каким-то сверхвысоким бронепробитием, играть вы будете, как и на любых абсолютно других танках. Поэтому, собственно, как-то так. Из недугов, понимаете, отсутствует какой-то внятный зенитный пулемет. На 10.0 огромное количество вертолетчиков, эффективно сбивать птуры вы с этого пулемета не сможете, скорость стрельбы низкая, плотность стрельбы низкая, не понравился. Особенно против, знаете, прошлого АМХ 40-го, то есть, ну, такое себе ощущение. Ну, там, конечно, понятно, свои недуги у танка, но, тем не менее. Что касается подвижности, танк двигается, разгоняется неохотно, маневрирует тоже не особо охотно. Если вы, соответственно, его разогнали по инерции, он ездит как шайбочка, то есть, достаточно долго тормозит, идет, так сказать, юзом, тоже не особо, так сказать, приятно. Что касается, в принципе, с какими-то его ярыми противниками, то это, наверное, все-таки Леопард 2.5. Ну, в принципе, Леопард 2.5, наверное, самый лучший танк, который тяжелее всего сейчас пробивает, наверное, на данном БРе, наверное, самый такой жесткий вообще противник, в принципе, против любых танков. И, скажем так, Леопард, который танкует от башни где-нибудь там за Николса, да, и играет от Уэна, в принципе, это, наверное, самая вообще жестко выковыриваемая цель. Это нужно ему там ломать казну, потом ехать его пушить при условии, что он там один и так далее и тому подобное. Что касается тактики ведения боя на этой машине, она, в принципе, такая же, как и на любой десятке, ничем от других танков не отличается. Обыкновенный УБТ, едете, стреляете, выбиваете казенку, дальше допушиваете, соответственно, доковыриваете. В принципе, не знаю, любая тактика ведения боя для него подойдет. Можно играть, в принципе, от УВНов, от башни, можно пушить, танчить, нагибать. В принципе, КД-шка 6 секунд, это более чем достойно. Не Тайп 90, конечно, не так агрессивно, но, тем не менее, все равно достаточно приятно. Выживаемость у танка, ну, она, скажем так, имеется. Конечно, если вам прилетает, как правило, какой-нибудь там ВЛД, СЛД, там что-нибудь такое, ну, вы отъезжаете, но иногда бывает, что-то вы танкуете, от вас что-то рикошетит, что-то пережить, в принципе, иногда вы можете. Как, в принципе, и любой другой танк, ну, тут, наверное, в абсолют выделен только Леопард 2.5, как я сказал. Ну, и подрезюмировать, стоит ли это, ребята, качать, и, да, ребят, в принципе, почему нет. Нормальная, хорошая, сбалансированная машина, играет на нем приятно, я не плевался, за исключением только стока, потому что сток, это настоящий, как и сказал БДСМ, играть тупо под глицином, и тупо с голдой, и с талисманами, и со всем остальным. Пишите, что думаете по поводу Леклерка, с вами был Хантрес, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!